Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос и могу сказать вам о том, что в вашем вопросе меня интересует ваша позиция, ваше отношение к тому, что происходит у вас вообще. Итак, я замужем, он женат. Давайте именно сразу мы с вами постараемся как-то немножечко, если можно, определить такую вещь, на мой взгляд, очень важную, как ваше отношение к браку. То есть вы замужем, у вас есть муж, вы, получается, своему мужу изменяете, вы, получается, своего мужа обманываете. Простите, я ни в коем случае не обвиняю вас, просто пытаюсь понять ситуацию так, как вот она есть, потому что это очень важно. Значит, вы обманываете своего мужа, ну или, по крайней мере, если я вас правильно понял, ведете двойную игру, то есть вы вроде как и с мужем, и в то же время вы вроде как и уже с другим мужчиной, вот, значит, собственно, какое у вас отношение к вашему мужу вообще тогда? То есть вот как вы его воспринимаете? Кто он для вас? Что он для вас из себя представляет? И так далее. То есть вот это такие вот, на мой взгляд, важные моменты, которые, мне кажется, вами как-то вот немножечко, ну, может быть, забываются, может быть, может быть, как-то вот упускаются из виду и так далее. Потому что, ну, потому что не очень понятно, как вы могли бы, как вы хотели бы ситуацию с вашим мужем разрешать. То есть не то интересно и не то важно, как вы с этим мужчиной встречаетесь и что вы с ним делаете, например, а то важно, как вы ведете себя со своим мужем. Вот что куда более важно, понимаете, вот что куда более здесь актуально для того, чтобы вам можно было бы помочь. Понимаете? Вот. И я хотел бы вас именно об этом и спросить. Как вы относитесь к своему мужем? Какие у вас проблемы есть с вашим мужем? Что заставляет вас встречаться с женатым мужчиной, будучи самой, будучи замужем, например, да, и так далее? Понимаете ли вы, что таким образом вы разрушаете свою семью? Понимаете ли вы, что таким образом, например, вы обманываетесь человека, который с вами находится в семье? Я не обвиняю вас, я не обвиняю вас, еще раз повторяю, нет, нет, обвинение, обвинение в чем-либо вас не является моей задачей. Я хочу, чтобы вы выработали свою позицию в этой ситуации. Я хочу, чтобы вы поняли, что вам нужно, вот именно лично вам, чего вы хотите сами для себя. Вот это, на мой взгляд, куда более важно. Понимаете? Потому что то, что вы так стараетесь сделать все, как скажет этот мужчина, ну, я имею в виду, вот, ваш любовник, наверное, да, вот, это лишь говорит о том, что вы, ну, достаточно безвольны, то есть вы не отстаиваете свою позицию, не защищаете свою позицию, вы не говорите, например, о том, что вот я этого, допустим, делать не хочу, я этого, допустим, делать не буду, и так далее. Вы этого своему мужчине не говорите, вы делаете для него все, что он вам скажет. И у меня к вам вопрос. Откуда такое вот рвение удовлетворить вашего мужчину, вашего, ну, наверное, любовника, да, во всем, что он вас просит? А как же вы? Как же вы? Как же то, чего вы хотите? Как же то, что вам нужно? Как же ваш комфорт, ваше благосостояние и так далее? Как же это все? И самое главное, как же ваш супруг, который, наверное, думает, что вы им дорожите и что вы, как бы, хотите быть с ним? Вот это меня, пожалуй, больше всего в данной ситуации и интересует. Я хочу, чтобы вы меня правильно сейчас поняли. Это очень и очень важно, если мы хотим, если мы действительно хотим понять, что с вами происходит, если мы действительно хотим понять, как вы планируете дальше свою жизнь выстраивать, там, и так далее, и так далее. Это вот, на мой взгляд, очень и очень важно. Далее, значит, вы говорите, что у вас истерики и что, собственно говоря, все хорошо до тех пор, пока, значит, пока вы, ну, пока вы вместе. Да, вот пока вы вместе, все в порядке. Стоит вам разойтись и сразу же все. Ну и понятно, на самом деле, у мужчины действительно ревность, и ревность у него довольно сильная. Я бы даже сказал, что это нормально, испытывать такую ревность. Вот, и нормально, что он, как бы, от вас чего-то требует, но, понимаете, в чем дело? Момент здесь такой, что он поступает несколько эгоистично по отношению к вам. Он ведь думает, он ведь думает только о себе в этот момент. Он не думает о том, как вы будете себя чувствовать. Он не думает о том, как вы будете на все это реагировать и так далее. Он обо всем этом не думает, он думает только о себе. И вопрос, который у меня к вам, вопрос такой. Почему вы позволяете ему так с собой обращаться? Вот этот вопрос, по-другому, является самым главным. Что заставляет вас так с собой обращаться? На мой взгляд, это очень-очень важный момент. Потому что он, этот момент, определяет то, чего хотите вы, то, как хотите вы, и то, что вообще нужно вам, то, что важно вам, и так далее. Это вот очень важно. А мужчина, он на самом деле будет поступать и дальше, поступать и дальше так, как ему хочется. Хочется он будет поступать и дальше так, как ему нравится, и вы не сможете этого изменить совершенно никак. Так, к сожалению, просто, опять же, опять же, просто потому, что у него такая установка, просто потому, что у него такие вот ценности, и он не собирается их менять. Он не собирается с ними что-то делать, с этими сенсами. И я надеюсь, что вы просто это поймете, либо вы целиком и полностью будете с ним, либо вы все-таки, ну, например, порветесь с ним отношения и будете своим мужем. Возьметесь, например, за проработку ваших отношений, возьметесь за ваши проблемы, которые у вас есть, безусловно, в семье, в вашей семье, да? Вот. Но это, опять же, все нужно, чтобы вы хотели этому, чтобы вы готовы были этим заниматься, чтобы вы хотели уделять этому время. А вот так, давайте говорить вам о том, что вам в этой ситуации делать. Вы понимаете, вы позволили мужчине с собой манипулировать, да? Вы позволили мужчине делать то, что он хочет. Не то, что хотите вы, а то, что хочет он. Вы позволили ему это все делать, и о чем можно говорить, к сожалению. Сейчас можно говорить только о том, что любое ваше действие, любое ваше поведение мужчина будет воспринимать, как, ну, в стыке, абсолютно в стыке, то есть он, скорее всего, не будет вас слушать, что его претензии к вам будут расти, его требования к вам, они будут увеличиваться, 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 до тех пор, пока он помощь вас не подчинит. При том, что у него есть своя семья, в которой он должен, и которая, ну, вроде как, в нем глядит. Вот. А я просто хочу, чтобы вы это постарались понять. вот на этом заострить свое внимание и подумать, ну, а нужен ли вам этот человек, вот, если он ведет себя именно вот так, и если нужен, то для чего, и как вы будете выстраивать с ним отношения в будущем, а самое главное, что вам делать, значит, с супругом, со своим. То есть супруг-то ведь он тоже человек, супруг-то он тоже чего-то хочет правильно. вот, вам нужно подумать о том, какое место вы ему отводите в своей жизни и уже вот из этого исходить и уже в этом ключе думать. Ну, а если не будете справляться сами, то обращайтесь к психологу, мы вам поможем. То, что у вас в семье кривис, это очевидно, то, что его нужно разбирать, это уже зависит от вас. Если хотите, разберем, и найдем пути решения. Другой вопрос, хотите ли вы сами быть на правах любовниц, любовницей, например. Ну, это уже решать вам. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, выбирать помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!